Так, доброе утро! Всем доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья, участники урока Боттер Тов. Hello, bonjour, good morning. Так, ну где же наши участники тренинга? О, тренинга я уже угоню. Так, ну, кто сегодня с утра решил поучить Тору, несмотря на переведенные часы? И Марина Шувалова. Я знаю, что в Украине перевели часы. Так, Марина Шувалова, Савидмакаева. Это все расисты наши. Слушатели, все, Боттер Тов. Я сейчас нахожусь как раз в Москве. Нахожусь в Москве. В Москве сейчас здесь. А, мы же всегда проводили урок в 10 по Украине. Это было в 11 по Москве, точно. И в России сейчас не знают же, что в Украине 10 тоже. Да, такая сегодня получилась неувязка, да. Что, хорошо. Ну, в общем, в любом случае мы собрались. Кто придет позже, он послушает, он послушает на записи. А мы сейчас проведем, да. Шалом, шалом. Все, привет из Иерусалима. Значит, мы сейчас... Эйтан Шаломе Берлер. Почему-то он так стал здороваться. Все, сейчас у нас 29 глава. Мы сегодня начнем первое занятие. Первое занятие по 29 главе. Первый отрывок. Так, и еще, еще, да. Очень интересно, что 29 глава как раз говорит про выборы. А сегодня в Украине выборы. Вот это очень удивительная такая штука, что прямо совпадает. Да, сегодняшнее занятие с темой правления, политика и так далее. Сейчас вот мы реально в эту тему вникнем и разберемся. О, классно. Вот у меня пришла книжечка Мишли. Возьмите, стучите себя. Ребята тоже пришли. Сейчас они возьмут, стучите. И, значит, мы сегодня открываем 29 главу. 29 главу. Хорошо. Значит, как известно, как известно, что мы все живем, к сожалению, к сожалению, мы все живем под властью, под властью кого-то. Под властью кого-то, да? То есть человек не свободен с рождения. Он рождается и попадает под власть. Вначале, чью власть он попадает? Родители. Потом, значит, когда он ребенок, он под властью родителей. Дальше он растет, 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 бах, его отдали в школу. Он попадает под власть кого? Учителей, преподавателей там и так далее. Дальше он выходит со школы, попадает он куда-то на работу. И на работе он под властью каких-то начальников. Потом он, если у него свой бизнес, свободен ли он, если у него свой бизнес? Нет. У него есть власть страны. То есть если страна создает ему условия для бизнеса хорошие, у него бизнес идет. Если страна, там у него для бизнеса тяжелые условия, например, как было в Советском Союзе, было для бизнеса тяжело. Его могли за бизнес посадить в тюрьму и 10 лет за бизнес давали. А иногда и был расстрел за экономические преступления. И дальше человек женится и попадает под власть второго своего партнера. Ну, в каком-то, в какой-то степени это взаимозависимые отношения. Но человек всегда под властью кого-то. И еще хуже, что человек всегда под властью своего яцерара. Злое начало. То есть внутри у человека есть злое начало, которое его двигает в неправильном направлении. В таком, ну, животное направление. И у большинства людей внутри вот этот конфликт. Утром надо вставать, а ты не хочешь. И ты лежишь и думаешь, вставать, не вставать, надо, не надо. И оп, потом встал. Зарядку. Так, надо сделать зарядку. Надо, не хочу. Надо, не хочу. Дальше. Надо поучить Тору, если человек религиозный, он должен сразу, там, сказать благословение, сказать, потом помолиться. И у него внутри вот это вот его злое начало. Оно ему, нет, давай потом, давай попозже, давай сейчас телефон посмотрим лучше. Интересно же, что пишут другие люди. И каждый день одно и то же. В общем, человек находится всегда под властью. Но, в принципе, мир создан для того, чтобы человек выбирал духовное и ставил его перед материальным. И вот на вот этом вот стыде, да, идет постоянно внутренняя борьба. Теперь Бог помогает выбрать духовное. Но как Бог помогает выбрать духовное? Вот первый отрывок 29 главы звучит так. Иштохоход макше оров, пета и шабер венмарпе. Здесь рассказывается, как Бог переводит, не Бог переводит часы, а как Бог взаимодействует с человеком. Вначале человек слышит то, что называется тохаха. Тохаха это увещевание. Человек увещеваний и ожесточает шею, да, дословно переводится. Человек увещеваний, ожесточает шею, вдруг разрушается и нет излечения. Как все это сложить вместе? Это складывается вместе очень легко. Вначале идут увещевания. Вначале говорит папа, сыну, сынок, значит, надо учиться, надо благословлять, надо молиться, надо, надо, надо. То есть, вначале идут человеку увещевания. Увещевания он слышит правильную информацию, ему сообщили, что надо делать зарядку, ему сообщили, что надо два раза в день чистить зубы и так далее. Много полезных вещей человеку сообщается в виде информации. Потом просто информация, он знает. Потом идет увещевание. Если кто-то, кому он не безразличен, то он начинает его увещевать. Не надо так делать, ты делаешь неправильно. То есть, идет уже более жесткая такая вот подача, что ты должен делать правильно. То есть, любому человеку в какой-то момент жизни кто-то жестко сообщает, что если ты не будешь делать правильно, то будут неприятности. Потом, но человек этот Макшеоров, ожесточает шею свою. Он говорит, не, 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 то есть, я уже иду по этому пути, все, я по нему иду и буду по нему пути, по неправильному пути. Дальше следующий этап, Пета и Шабер. Вдруг что-то сломается. Дальше начинается Исурим страдание. То, что называется страдание. То есть, если человек идет по неправильному пути, вот он не делает зарядку. Или там он проспал, ну, тяжело встает. И потом, бах, он проспал какую-то важную для себя встречу. И это уже для него больно. Или же у него, например, когда он не делает зарядку, не занимается спортом, бах, там где-то что-то заскочило, где-то выскочило. То есть, идут такие точечные, такие страдания, чтобы он понял из-за этих страданий, что нельзя так, нельзя так, надо идти по правильному пути. Но если он продолжает Макше Орф, то есть, он ужесточает свое сердце, он упорно говорит, это все случайно, это все случайно, это все случайно. Бах, бах, вдруг он сломается, и нет марпе, нету того, что его вылечит, потому что он уже загнал себя в какую-то сильную яму. Это такой у нас был первый отрывок. Значит, первый отрывок, он как бы говорит лично человеку, но он нам также показывает, показывает нам, что все процессы развиваются постепенно. И всегда перед красным светофором есть желтый, то есть, это всегда есть предупреждение, 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 оп, и красный свет. А если Макше Орф, если человек жестко, все равно, на мне все равно, красный свет, желтый свет, иду я так, как хочу идти, то его, и машина может сбить, не дай бог, и нет марпе, и никто его не вылечит. Теперь переходим к общественному, к общественной ситуации. Второй отрывок звучит так. Значит, тут интересно, когда написано, будет много праведников, будет радоваться народ. А когда будет властвовать один раша, один злодей, то что, вздыхать будет народ. Здесь интересная вещь. Вот есть страны, где реально власть разделена между разными ветвями власти. И в этих странах, например, это очень четко в Израиле, да, в Израиле очень разделенная власть. Есть богатство, высший суд справедливости, он никому не подчиняется, все их ненавидят, они могут отменять решения парламента, они могут отменять любые решения президента, естественно, и так далее. То есть они сами по себе этот богатство, высший суд справедливости его называют, но его ненавидят все. Дальше. Есть парламент, который, если этот парламент не поддерживает премьер-министра, то тогда это кризис и перевыборы. То есть не может работать премьер-министр, глава правительства исполнительной власти без поддержки парламента. То есть если парламент, большинство его не поддерживает, оп, все. То, значит, перевыборы, перевыбирается парламент, а потом парламент выбирает премьер-министра. То есть самая большая сила ставит премьер-министра, но если, в общем, остальные силы их больше, премьер-министр ничего не может сделать. Последних, предпоследний премьер-министр Ихуд Ольмерт сидит в тюрьме. Он, есть подозрение, что он брал взятки, не доказано, но даже из-за подозрения, что он брал какие-то подарки, что-то там коррупция, сидит в тюрьме бывший премьер-министр Израиля. И президент Израиля, предыдущий, сидит в тюрьме. Как вы думаете, за что сидит президент Израиля в тюрьме? За сексуальное домогательство на работе к сотрудницам. Все, сидит в тюрьме. То есть это показывает, что каждая ветвь власти, они суд отдельно, парламент отдельно, исполнительная власть, президент, премьер-министр отдельно, представительская власть. Президент это как, ну, представительская власть, как английская королева, да, то есть он реальной власти не имеет, но красиво. Тоже нет неприкосновенных. Когда много, много цадиков, народ радуется. А народ в это время радуется. Почему народ радуется? Он видит, что если кто-то из власти, из любой ветки власти, он делает что-то неправильно, тут же его начинают другие ветви власти глушить. Все. И так создается равновесная система. Но у Бымашеля Раша, когда к власти приходит один человек, злодей, вздыхает народ, ничего сделать нельзя. То есть если есть диктатура, если есть один, вот эта вот диктатура какого-то одного человека, и он злодей, все, выхода нет. Например, последняя такая мощная диктатура считается в Европе сейчас, да, это Лукашенко. Я в Белоруссии больше всего милиции, милицейских или кто там у них, полицейские, на каждую, на 100 тысяч населения. У них, по-моему, там тысяча милиционеров или две тысячи милиционеров. То есть он властвует, я не говорю, что он злодей или не злодей, он диктатор. Он диктатор, то есть он, страна действует так, как он хочет. Поэтому он полностью расставил свою вот эту власть. И попробуй выйди там на демонстрацию, что-то скажи. Есть известный белорусский анекдот, когда мальчик приходит домой и говорит родителям, вас, значит, в школу вызывают. Его папа спрашивает, за что? Он говорит, я просто выступил против Лукашенко. Папа ему говорит, отойди от меня, совершенно незнакомый мне мальчик. Да. И, значит, ну, любые диктатуры, они так устроены. То есть, и есть типа демократии, например, как в Украине, в которой, я не помню, кто у нас, президент управляет. Да, президент управляет. Он, он как бы имеет самую такую, можно сказать, власть, ну, большую власть. И он, он, ну, я не знаю, я не буду сейчас говорить про Украину, про Россию. Я как-то не хочу быть в политике вообще. Ну, вот мы изучаем, что сказал царь Соломон, что когда много, много цадиков во власти, праведников, да, народ радуется. То есть, тогда есть честные законы, справедливые законы, справедливый суд. И народ радуется. Если же властвует один диктатор, то народ вздыхает, и то тихонечко. Потому что, если ты вздыхаешь громко, то ты будешь вздыхать в местах не столь отдаленных, как было когда-то в бывшем Советском Союзе. Дальше, третий отрывок. Третий отрывок такой. Иш, Оэв, Хохма, Исамах, Ави. Человек, который любит хохму, любит божественную мудрость, человек, который любит именно вот постигать божественное знание, будет радоваться его папа. Какой его папа будет радоваться? И папа его, который его родил здесь, отец. И отец, что на небесах, то есть Бог, который дал эту божественную мудрость. Если кто-то к ней тянется, Бог, естественно, радуется. И, значит, дальше, веруэ зонот. Значит, веруэ зонот – это тот, кто дословно пасет зонот. Зонот – это женщины легкого поведения. И об этом он. Он потеряет имущество. Значит, понятное дело, что здесь говорится не о такой вот именно, как сказать, прямое понимание этого отрывка, а говорится о неком примере. На что это нам намекает? Какой-то пример, какой-то машаль. Значит, если, вот смотрите, есть, что называется хохма. Хохма – это божественная мудрость. Бог когда-то сделал этот мир, и он в этом мире расставил, он сказал, вот это добро, вот это зло. Вот это можно сделать, вот это нельзя сделать. И все вот эти вот знания он сообщил в Торе, то, что называется хохма, как аксиомы. Аксиомы. Теперь эти аксиомы, они не очень понятны, почему нельзя в шаббат работать. Ну, то есть, это может быть непонятно обычному человеку, но если мы все начнем вот так вот привязывать к своему пониманию, будет сложность. Например, возьмем мы такой пример. Нельзя воровать. Ну, большинство людей скажут, ну это же понятно, нельзя воровать. Шаббат непонятно, а то, что воровать нельзя, понятно. Почему понятно, что нельзя воровать. То есть, если есть у мошеками с 40, например, телефон, а у меня нет телефона. Почему я не могу взять у мошеками с 40, телефон, если он не видит. Он же не видит сейчас. Вот лежит телефон, я взял телефон, на нем же не написано, что это мошеками с 40 телефон. И мне может он нужнее сейчас этот телефон, чем мошеками с 40, правильно? Так кто сказал, что нельзя воровать? То есть, если это мошеками с 40, сказал, что нельзя воровать, так я, Скак Пентусевич, могу как бы его не слушаться, но имею же право. Кто он мне, мошеками с 40, ни папа, ни мама, ничего. То есть, то, что нельзя воровать, это тоже некая идея, которую, если мы ее скажем, что этот человек придумал, она становится какая-то, ну, просто привычная идея. Но если мы говорим, что нет, это Бог установил правила в этом мире, Бог сказал, что вот есть 10 заповедей, там не заповедь, не воруй. Написано, написано. И там же написано после этого, что шаббат надо посвящать Богу, то есть, шаббат один день в неделю, надо посвящать Богу, надо делать остановку своей будничной работы и останавливаться. И там же написано про еду, про кошерную еду, про некошерную еду и так далее. То есть, если мы принимаем такие понятные заповеди, да, казалось бы, ну, там, не убивай, не кради и так далее. Но опять, если это придумал человек, то тогда один человек придумал, а второй отменить может. Теперь, если мы принимаем, что Бог установил хохма, аксиомы, да, что есть аксиомы, которые установил Бог, это хохма. И если человек, он любит вот эти вот божественные аксиомы, божественную мудрость, тогда он через эту любовь, он соединяется с Богом. То есть, он говорит, я точно знаю, что есть Бог, ну, создатель мира, я это знаю, как чувствую, верю. Дальше, я люблю божественную мудрость, и он начинает присоединяться через любовь. Любовь – это как соединительная такая штука. Само слово «любовь», да, это на иврите «аава». «Аава» – это, если мы возьмем числовое значение слова «аава», получается 13. И один «эхад», числовое значение слова «эхад» тоже 13. То есть, «аава» – это то, что соединяет, это соединительная такая, ну, как бы, соединительный контекст, можно так сказать, да. Когда человек говорит, я люблю Бога, то он с ним соединяется. Когда он любит другого человека, он с ним соединяется. Когда он любит борщ, он с борщом соединяется. То есть, «аава», любовь – это то, что соединяет одно с другим. И получается, что человек, который оэв хохма, который любит божественную мудрость, он через любовь к божественной мудрости, он соединяется с Богом через вот эти вот мысли и узнавания, что Бог хочет. Дальше, и сама хавив, это будет радовать папу, будет радовать папу на небе, да, то есть ты с ним, когда соединяешься, то Бог тебе дает, он в этот момент дающий, дающий эту мудрость, а ты воспринимающий, это как отец дает сыну. Теперь, но если Руэ Зонот, тот Руэ Зонот, Зонот мы уже учили, Шлома Мелых, он когда использует это слово, он часто использует его в смысле не гулящая женщина, а мысли, мысли чуждой идеологии, чуждой идеологии. Значит, если человек, он говорит, ну ладно, слушай, вот а прикольно буддизм еще, вот это тема, а что за тема буддизм? А тема буддизм такая, что все мысли вообще фигня, и ты просто расслабься, и значит уйди туда, где нет мысли. И что? И то, и значит и уйдешь, то куда нет мысли, и тебя нету, ты уйдешь в нирвану, исчезнешь. Прикольно. И что, вот так исчезну? Исчезну. Так если ты хочешь исчезнуть, убей себя, чего, какая разница? Хочешь исчезнуть, зачем тебе такие сложные пути? То есть, если бы Бог хотел, чтобы тебя не было, тебя бы не было. Если бы Бог хотел, чтобы этого мира не было, его бы не было. Раз вся эта машина работает, то значит у нее какая-то другая цель, кроме как исчезнуть. То есть, иначе не было бы смысла во всей этой сложной истории, чтобы просто взять и исчезнуть. То есть, эта вся история не для того, чтобы исчезнуть, а для того, чтобы наоборот перейти в следующую стадию своего развития. Потому что, как бы, основной закон этой жизни это развитие. И вот все, все, оно растет, развивается, потом оно перерождается в какое-то другое качество. Но человек, у него есть возможность при жизни, если ты развиваешься в духовном плане, если ты соблюдаешь заповедь, если ты любишь вот эту божественную мудрость и Бога, то ты растешь и ты переходишь в следующее состояние. То есть, ты переходишь в следующий уровень своего развития и переходишь в следующий уровень, то есть, рай и вечная жизнь. Вот так вот. А тот, кто увлекается вот этими вот чуждыми женщинами, то что и об этом он? Он потеряет имущество. Потеряет он имущество. Какое он имущество потеряет? Он потеряет себя, грубо говоря, да, то, что он накопил. Соблюдал заповеди, соблюдал, что-то делал, потом пошел к этим занот и все, значит, нету имущества. Вот такая вот, да, история. И последний, четвертый отрывок тогда, четвертый отрывок. Мелк Бамешпад и Амид Орец. Царь, вот то, что касается сегодняшних выборов и почему я в выборах не участвую. Можно сказать, что из-за этого я в выборах и не участвую. Написано так, царь Бамешпад и Амид Орец. Значит, царь по суду установит землю в Иш Трумот и Арсена. Значит, а человек Трумот, кто такой Иш Трумот? Вот, сейчас. Прям вообще, вот давайте вам, чтобы не было, я вам переведу просто комментарий дословно. Значит, смотрите, сейчас мне только нужно одно слово. Значит, дословно перевожу в начале отрывок, а потом один комментарий, понятно, почему я в выборах не участвую. Мелк Бамешпад и Амид Орец. Царь по суду справедливому установит землю в Иш Трумот. Человек Трума, это отделение, тот, кто забирает что-то, и Арсена, он ее разрушит, разрушает землю. Медсуда Давид, комментарий, говорит так. Так, из-за суда, который делается между народом, из-за того, что есть справедливый суд, существует страна. То есть, страна может существовать только в одном случае, когда люди уверены, что есть честный, справедливый суд, одинаковый для всех. Нет никого, кто был бы не подсуден, не подвластен закону, кто был бы выше закона, нет никого. Если есть вот такие законы, вот такая страна, где все платят налоги, где все равны, в этом случае, вот тот царь, который устанавливает в стране вот такую законную власть, он, значит, устанавливает страну. Такая страна будет расти, процветать и богатеть. Теперь, но если человек, трумот, сам царь, он просто доляшку от всех этих откатов имеет, и он просто занимается тем, что обслуживает каких-то там олигархов, какие-то элиты, какую-то себя даже, да, то что, то тогда он разрушает эту землю. И, к сожалению, вот я вижу, если мы посмотрим на страны, где были диктаторы, где была вот такая вот единая личная власть, интересно, что Мамар Каддафи, Мамар Каддафи, его состояние лично было 200 миллиардов долларов, да, полковник ливийской армии, который стал у них правителем, он просто лично себе украл 200 миллиардов долларов. Мы все видели недавно совсем Янукович, да, Янукович Виктор Федорович с зарплатой там 10 тысяч долларов в год, он жил в доме 50 гектаров, 50 гектаров земли, и дворцов таких у царей не было откуда, и все это видели, все это знали, все это прям реально как на ладони. И когда депутаты приезжают в Верховную Раду, и у всех машины стоят там от 100 тысяч долларов, а зарплату или там декларацию они заполняют на там какие-то 3 копейки, нет закона, нет закона, нет реально справедливого суда. Пока нет суда, неважно, кто будет управлять, все равно это будет тот, кто получает откаты со всего беззакония. Все. Ну, если нет, вот вся система, в ней нет справедливого суда, начиная с каждого уровня, где взятки, где беззаконие на каждом шагу, на каждом, вот начиная от школы и так далее, и так далее, везде беззаконие, везде все, ну, не честно. Так что, какие выборы, какие выборы, кто бы ни пришел, будет то же самое. Все, друзья, поэтому удачи, успехов, и единственное, что вот можно сделать, мне кажется, это посвятить свои силы и время, силы и время посвятить тому, чтобы реально учить Тору выстроить себя, выстроить свою жизнь в физическом плане, в духовном, в профессиональном плане. И с Божьей помощью тогда не будет важно, кто у власти, потому что ты можешь, как бы, в любом месте уехать. Ты можешь уехать туда, где хорошо. И вот сейчас это, кстати, происходит, очень много людей уезжают с Украины, у меня очень много за последнее время, причем это не евреи, украинцы, такие чисто украинцы, уехали в Канаду, кандидаты наук, такие умнейшие люди. У меня было несколько людей на тренингах, и они прям конкретно говорили, я не хочу здесь жить. Люди, которые сами себя честно создали, ученые, они сказали, мы хотим уехать, все, и уехали. Удачи, успехов всем в постижении божественной мудрости, потому что тот, кто любит хохму, божественную мудрость, папа будет радоваться на небе и будет давать все хорошо. Все, удачи, успехов, напишите свои выводы. Мои выводы такие, что нужно себя привязать к мудрости, а не к месту. Привязываешь себя к мудрости, в любом месте тебе будет хорошо. Изменить место, я считаю, что мы не сможем, это мое личное мнение, что есть люди, которые борются за власть, и они, эти люди, которые борются за власть, они очень сильные. И эти люди, ну то есть ты не можешь влезть туда и выбирать из них, если они все примерно одинаковые, я лично не выбираю. Да, ну все, удачи, успехов, всем пока, хорошего дня.